Балалайка Вот я и в центре и меня встречают сразу вот такие вот ребята И это только еще подтягивается народ Народу будет в два раза больше Слава Богу я знаю обходные пути Как обойти эту толпу Двигаться буду я К набережной Пойду наверное сначала до Дворцовой дойду Потом на Васильевскую стрелку Там будет огненное шоу Салют Лазерное шоу Команда будет из разных стран По 10 минут Представлять свое огненное шоу Думаю будет круто посмотрим Я не пойду вот так как все Я сейчас обойду Сейчас через конюшины Дворики И я буду на Дворцовой И я буду на Дворцовой У меня с собой пять бутылок коктейля И с ним пройти нельзя Надо оставлять А меня жлоба дочит Не стоит Это оперное пение Моего алкоголя Пойду на набережную Там буду бухать И ждать Огненного шоу Специально для вас Я сделаю хитро Я ставлю кусочек официального видео с этой оперы Всем привет Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Лучше бы я шел по Невскому. Все дворы все переулки все поперекровали на дворцовую мне не пройти было потому что у меня алкоголь здесь к набережной тоже никак не пройти потому что все закрыто сказали идти куда-то туда в ту сторону. Куда идти не знаю я нашел проход к набережной но тут нереальный проход. Надеюсь я пропихнусь через эту всю толпу и все таки дойду до набережной. Везде кордоны на набережную с алкоголем нигде не пускают пришлось выпить залпом. Три баночки коктейля теперь бы не обоцаться я одну четвертую не осилил. Вернее еще две у меня было пять у меня было я не осилил думаю ну прокатит приныкал в рюкзаке прохожу ущупал говорит вот баночка такой хоп. Я говорю ну по этому одну то можно он говорит нет алкоголь нельзя я одну оставил вторую не заметил еще получается я только одну оставил и одна у меня еще с собой начало будет в 12 часов огненного шоу сейчас время 22.54 через час будет начало. Ну посмотрим как будет должно быть очень красиво сейчас узнаем почем может получится посмотреть огненное шоу с воды на речной трамвайчик билет не купить нужно было покупать заранее там очереди просто говорят что билетов нет надо покупать было заранее так что вот так думаю может удастся посмотреть на огненное шоу с воды не получается сейчас попробую еще в другом месте может в другом месте билеты есть но если что буду смотреть с набережной надо найти только место где будет лучший вид хотя столько народу я не знаю где будет лучший вид а скажите пожалуйста там билет можно купить это только заранее нужно было покупать это только заранее нужно было покупать и ставка в кавказе уже не продают билет ладно спасибо хорошей службы вот так вот росгвардия не пускает говорят билеты надо было брать заранее кто знал я вообще сегодня только утром узнал что сегодня день города вот такой вот я забыл когда моем любимом санкт-петербурге день города сегодня 320 лет со дня основания санкт-петербурга петром первым мне кажется чем дальше тем просто там будет народу больше и не пропихнуться надо чуть-чуть назад отойти и оттуда буду шоу смотреть потому что тут уже не пропихнуться а там еще были места где можно было встать прямо набережной надеюсь сейчас найду где впихнуться и буду стоять уже час целый и ждать огненного шоу будет круто смотрите до конца короче нашел место прямо напротив петропавловки чуть-чуть на возвышение не прямо набережная через дорогу но тут и как раз таки вид лучше надеюсь отсюда я засниму самую красивую картинку вот у дворцового моста там вообще делать нечего там просто толпучка на роду не пропихнуться все идут в сторону следующего моста до до начала фестиваля огненного осталось 10 минут я стою и коктейли которые я выпил с залпом просятся наружу ну я надеюсь я выстою у института проблем электросвязи думаю тут оптимальное место и будет прекрасный вид надеюсь вот этот кораблик напротив от плывет от петропавловки и будет у меня еще вид на петропавловку сейчас через две минуты будет начало на петровском фестивале огня фестиваль проходит в рамках национального проекта туризм и индустрия гостеприимства который реализуется по инициативе президента россии фестиваль огня продолжает петровские традиции праздниц и гуляний с салютами и фейерверками мастером которых был петр первый сегодня мы вместе празднуем 320-летие со дня основания санкт-петербурга именно сегодня 27 мая 1703 года был заложен наш город в этом году санкт-петербург признанная культурная столица россии объявлен культурной столицей стран сотрудничества независимых государств петербург объединяет этой ночью нас ждет насыщенная программа и мы увидим невероятное состязание пиротехнические спектакли от лучших команд Азербайджана Белоруссии Киргизии Таджикистана Турции и Китая итак вы готовы? мы начинаем санкт-петербург 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 и 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 Прозвучал гимн великому городу. Написанный Рейнгольдом Глиером. По звуке этой бессмертной музыки был развезен дворцовый мост. Залпы комет раскрасили небо над Невой тысячами разноцветных огней. Именно так ярко и незабываемо начался фестиваль огня, организатором которого является Комитет по развитию туризма Санкт-Петербурга. Фестиваль огня является одним из брендов Санкт-Петербурга и продолжает традиции Петровской эпохи. Именно на берегах Невы Петр Первый развивал искусство волшебного огня. Пиротехнические спектакли, пальба из пушек, огненные потехи. С тех пор все это стало неотъемлемой частью любого торжества. Фестиваль огня – обладатель Гран-при национальной премии Russian Event Awards в области событийного туризма. А сегодня, в День города, дарит всем его жителям и гостям «Грандиозное шоу». Поздравить северную столицу с юбилеем приехали гости из стран-содружества независимых государств Азербайджана, Белоруссии, Таджикистана и Киргизии, а также стран-партнеров России, Турции и Китая. В течение часа, каждые 10 минут, вас будут ждать захватывающие выступления команд пиротехников. А между ними световое шоу на стрелке Васильевского острова. Выбор места не случайен, ведь именно там, по велению Петра, в 18 веке был возвезен уникальный пиротехнический театр. И сегодня наш город не стоит на месте, он всегда устремлен в будущее. Впервые объектом для видеопроекции стоит весь архитектурный ансамбль стрелки Васильевского острова, включая знаменитые растральные колонны. Часть оригинальных световых картин будет написана в режиме реального времени. Петербургские VR-художники, используя технологию виртуальной реальности, создадут объемные гравюры на исторических объектах. А сейчас все внимание на биржу и растральные колонны. 320 лет назад был заложен первый камень будущей столицы Российской империи. Город стал окном Европе, воспитал блестящие умы и вдохновил множество гениев. Сегодня он носит гордое звание культурной столицы России и СНГ. В перерывах между выступлениями зрителей удивляли VR-художники. Полотнами для них стал ансамбль стрелки Васильевского острова, где они рисовали объемные гравюры, а потом вновь феерия красок и огненные потехи над Вольной Невой. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА 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 Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Дима Торзок 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 невероятно мы благодарим киргизских пиротехников за это шоу киргиза отстрелялись а я сейчас опасусь и у меня фейерверт с глазу брызнет где выход нигде не выпускают ужас я вышел с дворцовой иду в сторону марсового поля найти любой кустик иначе просто у меня лопнет мочевой пузырь я уже наплевал что я там пропустил какую-то следующую команду я найду это видео в интернете этот куст сирени меня спас если бы не он я бы обоссался стыдно в 35 лет обоссаться но теперь я не вижу салют там выступает какая-то команда уже не знаю какая может быть турция может еще другая сейчас попробую пробраться обратно облегчил душу и стало жить намного легче туалета на марсовом поле не установили и кусты сирени спасают людей хуф ёппарас это как стало легко понимаешь в чем кайф жизни просто хорошо пописать и это радость блин а теперь обратно не знаю пропустит или нет там просто нереальная толпа людей теперь задача новая попасть обратно пробраться через эту толпу через эти кордоны надеюсь где-нибудь да пропустят зашел обратно на дворцовую набережной тут не пропихнуться пропустил выступление как минимум одной или двух команд сейчас будет еще надеюсь не пропущу художница надежда бей с помощью виртуальной реальности воплощает в жизнь свои самые сладкие мечты архитектурный ансамбль стрелки превращается в праздничный торт символ любого торжества следующие участники фестиваля гости из турции шоу организацион одна из ведущих турецких компаний в области спецэффектов в ее арсенале не только биотехнические шоу но и полный спектр технического оборудования которое превращает любое мероприятие в неповторимое событие команда использует современное оборудование последние инженерные разработки и компьютерное моделирование постоянно стремясь к развитию и совершенствованию благодаря этому они смогли создать самую мощную систему лазерного шоу в турции «Музыка» 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 Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok ДimaTorzok 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 ДИНАМИ 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 Субтитры создавал DimaTorzok 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 ДимаTorzok 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 Субтитры делал DimaTorzok 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 Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Спасибо! 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 Субтитры делал DimaTorzok Спасибо! 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 Субтитры делал DimaTorzok Спасибо! Спасибо! Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Спасибо!